Культура ацтеков жила в самом центре Мехико, на площади Конституции. 500 лет назад здесь ещё стоял дворец Монтесумы II, последнего правителя ацтекской империи. Она пала в 1521 году, когда испанские конкистадоры покорили город-государство Тиночтетлан. В память об этом событии на площади установили 16-метровую копию пирамиды Темпло-Майор. На вершине оригинального сооружения находилось два храма, построенные в честь двух индейских божеств. Сейчас рядом с копией пирамиды потомки ацтеков вспоминают историю гибели империи, а также культуру своего народа. «Очень важно, чтобы люди знали о своём происхождении, о своих корнях. Это так же, как у дерева. Чем глубже корни, тем сильнее и крупнее листья». История Тиночтетлана началась в 1325 году. Ацтеки построили город на острове в солёном озере Тескока. Он был изрезан каналами, а дамбы и мосты ограждали его от водотоков. За 200 лет население Тиночтетлана выросло до 200 тысяч человек. А испанский губернатор говорил, что в городе миллион жителей. Когда они подняли восстание, то собрали армию из 200 тысяч взрослых мужчин. Это означает, что в начале 16 века Тиночтетлан, возможно, был самым крупным городом на планете. У ацтеков были хорошо развиты сельское хозяйство и торговля. В то же время они совершали человеческие жертвоприношения во время религиозных ритуалов. После падения Тиночтетлана испанцы разрушили уцелевшие здания. На их руинах построили Мехико. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...